Всем привет! Следующая задача, на которой мы продемонстрируем, что наивный алгоритм может оказаться слишком медленным, это задача вычисления наибольшего общего делителя. Задача выглядит, возможно, тоже слегка как игрушечная, но на самом деле эта задача уже является достаточно важной в приложении. Например, она активно используется в алгоритмах, работающих с длинными числами, которые в свою очередь используются активно в криптографии. Итак, формально наибольшим общим делителем двух неотрицательных целых чисел, которые а и b, которые еще одновременно не равны нулю, называется наибольшее целое число d, которое делит и а, и b. Соответствующая вычислительная задача тоже довольно естественная. Нам даны два таких числа а и b, еще раз, целых неотрицательных, одновременно не равных нулю, и мы хотим вычислить их наибольший общий делитель. Хотим, конечно же, сделать это быстро. Опять-таки, эта задача, аналогичная задача вычисления чисел Фибоначчи, совсем не является той задачей, для которой непонятно совсем, как подступиться. Но интересует нас максимальное число, которое делит их обоих. Ну, давайте переберем все числа, и из них выберем то, которое самое большое, и которое делит оба этих числа. Соответствующий псевдокод выглядит вот так. Давайте заведем переменную gcd, в которую изначально положим единица. Единицу — это и будет, как бы, наша текущая максимальная, максимальный делитель, который мы знаем. А потом будем перебирать все потенциальные делители от двух до максимума из а и b. И если d делит а и b, тогда мы просто обновим значение нашей переменной gcd. Ну, и в конце просто вернем то, что у нас получилось. Перебирать здесь, на самом деле, можно было бы и до минимума, потому что понятно, что число большее, чем минимум, вообще-то уже не может делить оба числа одновременно. Но тогда пришлось бы вначале еще разобраться с ситуацией, когда одно из чисел равно нулю. Поэтому мы так написали здесь, чтобы было покороче до максимума. Итак, что можно про этот алгоритм сказать? Ну, видно, что работать он будет уж не меньше, чем максимум из чисел а и b. То есть он в любом случае делает столько итераций цикла, а на каждой итерации еще и происходит деление. Соответственно, даже если в числах а и b будет уже по 10 десятичных знаков, то этот алгоритм сделает там 10 десятой операций. Это уже очень много. Несмотря на то, что нельзя такие числа считать большими размерами входных данных. То есть это коротенькие числа, всего-то 10 знаков в каждом числе, и уже наш алгоритм работает очень медленно. Поэтому нам опять нужна какая-то идея, чтобы этот алгоритм ускорить. Давайте готовиться. Итак, идея, которая нам поможет, заключается в следующем. Она сформулирована здесь как лемма. Пусть у нас есть два числа а и b. А хотя бы b, а b строго больше нуля. И давайте а поделим на b с остатком, и остаток назовем, обозначим через r. Тогда утверждение состоит в том, что наибольший общий делитель чисел а и b равен наибольшему общему делителю чисел r и b. Другими словами, когда нам нужно вычислить наибольший общий остаток, наибольший общий делитель чисел а и b, то больший из чисел можно заменить на остаток от его деления на меньшие из этих чисел. Давайте доказывать. Доказывается следующим образом. Во-первых, давайте поймем, что нам достаточно доказать вот такое вот утверждение, что нод от а и b равен ноду от а минус b и b. Если мы это докажем, тогда мы, применяя это правило, можем получить то, что нам нужно. Ну, действительно, остаток от деления а на b, то есть число r, это просто такое число, которое получается из а вычитанием достаточного количества копий, скажем так, числа b. Правильно? Когда-нибудь вычитая из числа а, когда мы вычтем достаточное количество раз число b, мы получим как раз остаток. Ну, а вот это правило, которое мы сейчас докажем, позволит нам сказать, что наибольший общий делитель при этом сохранился. Итак, давайте доказывать. Первым делом давайте докажем, что наибольший общий делитель а и b меньше либо равен, чем наибольший общий делитель чисел а минус b и b. Ну, действительно, если у нас есть некоторое число d, которое является наибольшим общим делителем чисел а и b, то есть вот d равно вот этому числу. Мы знаем, что оно делит и а, и b. Тогда очевидно, что оно делит и число а минус b и b. Ну, то, что d делит b, мы уже знаем, мы предположили, что d это просто общий делитель а и b. Ну, а если а и b делятся на d, то а минус b тоже делится на d. Соответственно, мы показали, что если d это наибольший общий делитель чисел а и b, то уж точно b делит и а минус b и b. То есть d это какой-то делитель вот этих вот двух чисел. А значит, наибольший общий делитель, он уж вот этих двух чисел, он уж не меньше, чем d. Правильно? Аналогичным же образом доказывается обратное неравенство. Другими словами, что наибольший общий делитель чисел а и b это хотя бы наибольший общий делитель чисел а минус b и b. Ну, тем же самым трюком доказываем. Давайте считать, что вот это вот число d. То есть наибольший общий делитель чисел а минус b и b это d. Значит, d делит число b и d делит число а минус b. Ну, значит, d делит и их сумму, правильно? Если d делит одно число и второе число, то их сумма тоже делится на d. Их сумма это и есть число а. Итак, мы получили, что число D, оно делит и А, и Б. Значит, D является каким-то общим делителем чисел А и Б. А значит, их наибольший общий делитель, он уж больше либо равен, чем D. Правильно? Итого, доказали. Это лемма и ляжет в основу алгоритма, который мы сейчас с вами увидим.